Что ж, всем привет! Знакомимся заново! Меня зовут Рен, я люблю пластыри, поняшек и носить повязку на глазу, потому что это хайпук. Ладно, не важно, не воспринимайте мои слова всерьез, я просто странный фетишист не такуся, и, как оказалось, еще и проблематик. А от кого я это узнал, я вам сейчас поведаю. Впрочем, я хочу рассказать вам историю, которая произошла со мной, да и не только со мной в принципе. В общем, произошла она летом. Честно, я не знаю, безопасно ли рассказывать эту ситуацию лол. Началось все с того, что я начал общаться с подругой моей подруги. Почему бы и нет. В общем, общались мы, все было оки-доки. И, кстати, она сидит в форчане. Зачем вам этот факт, потом узнаете. Так вот, в один прекрасный день она пишет мне про то, что в форчан слили инфу про меня и моего друга, что меня охуеть как удивило, ведь никто не знает о том, что мы общаемся. И в общем, я очень запаниковал и подумал, что это она нас слила ля-ля-ля, но оказалось, что это совсем не так, я еще раз извиняюсь, прости. Короче, мой бро, как медийная личность, очевидно имеет каких-никаких хейтраф, которые, естественно, будут пытаться сделать какое-то дерьмо. В общем, не знаю, можно это назвать доксом или нет, но там слили какую-то инфу про нас, в том числе и соцсети, мой телеграмм, хотя он зарегистрирован не на мой номер даже. Я, в принципе, свой номер никогда не использую для регистрации. Сказать, что я охуел, ничего не сказать. Еще, как оказалось, в эту хуйню всю впутан бывший моего бро, который тоже нес какую-то ахинею. Я думал, что все, мы в пизде. Но это моя подруга, можно сказать, спасла нас. Она вроде как взломала того чела, который слил про нас инфу, и удалила все. Что конкретно было, я уже не помню. Спасибо, биполярное расстройство. Но то, что она нас спасла, это факт. Эта история не кончается так радужно. В общем, челы, которые сливали про на инфу, очень разозлились на нее и узнали, где она живет. Ну и в общем был полнейший звездец, я не знаю, можно и безопасно ли об этом рассказывать тут. Поэтому обойдемся без подробностей. Естественно, по традиции мне писали в личку и говорили о том, какой я проблематик и вообще плохой человек. Ужас, как мне не стыдно. Честно, по сей день не понимаю, по какой причине люди так разозлились и слили что-то там про нас, это максимально глупо. Вообще мне бы было хуже, если бы слили его одного, а так слили и меня тоже, поэтому так мне спокойнее. Еще один интересный факт, мы очень похожи, нас в том же пинтересте путают, может из-за этого меня так возненавидели, хотя, опять же это слишком глупо Блэд. К слову, я хотел бы еще вам рассказать о том, что у меня был относительно популярный аккаунт в твиттере, про который я никому не говорил, и угадайте что? Его снесли. Догадаться нетрудно кто это был. В целом вся эта история уже достаточно утихла и все плюс-минус хорошо закончилось. Ура, на нас всем похуй. Вообще хотел бы рассказать вам еще одну ситуейшн небольшую. Моему бро начал написывать какой-то еблан, извините, иначе не могу его назвать, хотя это я еще мягко выразился. И в общем этот еблан грубо говоря домогался до моего бро и писал отвратительные вещи. К счастью сейчас этого ужасного нечеловека бросила девушка и он начал пить. Я обычно не желаю смерти людям, но надеюсь что он сгниет в канаве. Серьезно, он ужасен, я уже подумывал вызвать на него очень прикольных и интересных людей. Думаю, на этом пока что все. Пишите что думаете об этой истории. Ну а с вами был Рен, всем удачи и пока.